Глубоко уважаемые коллеги, спасибо вам огромное за честь и возможность участия в такой замечательной конференции и за то, что у нас есть слот для доклада. Хоть он и не такой академический, как у вас, но в принципе он индустриальный, как вы отметили, без современных методов визуализации диагностики было бы крайне сложно или долго, или прям физически невозможно проводить качественную диагностику. Я обычно начинаю почти любой свой доклад с такого, скажем так, философского вопроса, существует ли эволюция, потому что, например, в моем круге друзей очень мало на самом деле медиков, и чаще всего у нас на эту тему развиваются такие серьезные споры. Кто-то говорит, что эволюция существует, кто-то говорит, что она не существует, это все выдумки, но я точно могу сказать, что эволюция существует в медицинской технике и, скорее всего, в любой другой. Перед вами два изображения, между ними 30 лет разницы. Изображение слева собрано за 4,5 часа, это исследование средостения, одно из первых изображений такого уровня, полученные методом магнито-резонансной томографии. Изображение справа – это уже современные сканеры, которые могут изображение получать буквально за несколько секунд. Эволюция? Ну, конечно, эволюция. Хочу показать, как, в принципе, выглядит визуализация современная, да, с условием того, что мы с вами обсуждаем гемобластозы. МРТ – это не диагностический прибор первой линии. Вот уже прозвучали доклады по ультразвуку, по ядерной визуализации, по ПЭТу. МРТ – это лишь вспомогательная методика, но, однако же, мы очень даже много чего можем. Я буквально вчера листал для того, чтобы освежить клинические знания, листал клинические рекомендации по лимфомам Ходжкина, и слово МРТ там встречается 471 раз. Вот. Несмотря на то, что мы далеки от того, чтобы быть инструментальным методом номер один. Самым, наверное, показательным методом диагностики при, в принципе, таких патологических состояниях будет МРТ всего тела и, в особенности, визуализация диффузии всего тела. Выглядит она вот так. Мы называем это PET-like imaging. Да, только PET видит все-таки изменение метаболического обмена. Мы видим ограничение движения свободной жидкости. Это не одно и то же, но это довольно показательный метод в поисках метастазов любых анатомических областей. Тут тоже, в общем-то, разговор про эволюцию. И обратите внимание, слева наверху вы видите изображение сканера довольно современного. Это МРТ всего тела, то, как это делают на сканерах буквально 50-летней давности. Это пациент, закутанный с ног до головы в катушке слева направо. Да, это головная, две абдоминальных и периферическая воскулярная катушки, используемые одновременно. Плюс еще катушка в столе, которая, в общем-то, присутствует со стороны спины пациента. Таким образом, пациент с ног до головы укутан каналами катушки. Для чего это нужно? Это нужно для высококачественного исследования, когда мы точно не пропустим даже мелкие образования. На изображении справа внизу вы видите новый подход. Да, это то, как выглядит МРТ всего тела на современных сканерах сегодня. Точно так же вы используете головную катушку. И используете всего лишь две мягких, гибких катушки, которые покрывают все тело пациента. Плюс катушка в столе. Обратите внимание, насколько велика разница между двумя подходами, между которыми меньше пяти лет, на самом деле. И МРТ продолжает развиваться. И надеюсь, что через 10 лет мы предоставим еще один новый подход. Он не за горами. Однако я хочу рассказать про вот эти мягкие катушки, которые вы только что видели. Это уникальный дифференциатор компании General Electric. И если меня вот видно в мое лицо, то как раз оно на фоне одного из концептов данной катушки. Она мягкая, гибкая, гнется во всех направлениях. Ее можно скатать в трубочку. И это то, чего никогда ни у кого не было. И пока что ни у кого нет. Нам это очень как индустриальным партнерам очень приятно. Что внутри? Как правило, я показываю внутренности, просто чтобы было такое чуть более подробное понимание, как это работает и как это выглядит не только внешне, но и внутренне. Классическая технология любой катушки МРТ выглядит так, как это изображено на изображении слева. Это петля, приемная петля антенна, запаянная в микросхеме, с кучей электроники, протравленные микроплаты и так далее. Как это выглядит сейчас? Если вы разберете катушку Air, то вы увидите большое количество вот таких вот элементов с вот такими синими петлями, которые по плотности похожи скорее на леску, и эти петли, они ультрагибкие, они ультрапрочные, с ними ничего не может произойти или случиться. Эти петли могут пересекаться друг с другом, в отличие от классической технологии катушкастроения, что позволяет сделать очень плотную по каналам катушку, большим количеством каналов, и при этом сохранить размер петли и сделать проникающую способность сигнала гораздо выше, чем у классических катушек. За счет этого получается технология Air, благодаря которой можно в принципе сделать абсолютно любое исследование, используя всего лишь две катушки по факту. Передняя катушка AA, anterior array, которая используется для протяженных и больших анатомических областей. Обратите внимание, что это брюшная полость, малый таз, длинные кости. И это маленькие катушки, которые используются уже для специализированных участков человеческого тела, таких как мелкие суставы, сердце, предстательная железа и так далее. Очень характерно, что эти катушки идеально принимают форму тела пациента, любого. Будь то тучный пациент, будь то маленький ребенок, вы всегда будете получать оптимальное качество визуализации. Но, естественно, на этом все не останавливается, потому что катушка – это еще полдела, это всего лишь приемный элемент. Но изображение формируется после того, как вы собрали данные на реконструкторе. И этот реконструктор – это то, что мы улучшили за последние несколько лет в разы. Наш новый реконструктор называется Air Recon. То есть Air катушки, Air Recon – реконструктор. И это, в общем-то, целая диагностическая платформа Air, которая делает диагностическую жизнь намного приятнее. Если мы говорим про Air Recon, то это математический алгоритм интеллектуальной реконструкции, который позволяет увеличить соотношение сигналов к шуму, просто избавив вас от шума на изображении. Почему я говорю про СНР? СНР – это довольно-таки важный аспект МРТ. И вообще мы чаще всего меряем, измеряем МРТ по производительности. Как его измерить проще? Просто сказав, какой уровень СНР на одном и том же изображении в поколении сканеров. У вас чаще всего СНР довольно лимитирован. И он зависит от кучи технических факторов. И СНР – это валюта, которую вы можете потратить либо на классную, красивую картинку, очень качественную, четкую визуализацию, или для того, чтобы увеличить пропускную способность. Как правило, это или, или. Но благодаря новому виду реконструкции вы избавляетесь от шума на изображении, и ваш СНР вырастает настолько, что вы можете позволить себе и то, и то. Просто хочу опять показать технический внутренность, как это все работает. Калибруется каждый канал приемной катушки, и просто у нас изображение вычитается. Обычно классическая субтракция, но она, в общем-то, требует очень больших вычислительных мощностей реконструктора. Обратите внимание, как выглядит изображение слева. Посередине вы видите шумовую карту, которая получается после калибровки. И справа изображение уже абсолютно четкое, чистое. Там, где не должно быть сигнала, вы видите черный сигнал, не серый, как раньше. Но это классический подход, да, по факту это обычный математический алгоритм. И представьте, что будет, если мы к этому алгоритму добавим технологию искусственного интеллекта. Технологии искусственного интеллекта, про нее, в принципе, все уже очень много говорят, и этот процесс не остановим теперь. Искусственный интеллект будет с нами во всех аспектах нашей жизни, и тем более в медицине. Но искусственный интеллект бывает разным, и мы должны с вами это понимать очень четко, что искусственный интеллект, например, это не обязательно значит, что привлекаются нейросети. В нашем решении AERICON DL мы используем технологию глубинного обучения, которая является одной из самых совершенных типов искусственного интеллекта. Что такое вообще искусственный интеллект? Искусственный интеллект – это штука, которая позволяет, имея большое количество переменных, неизвестных, решить задачу таким образом, как будто ее решал бы человек. И чем больше вот этих переменных, тем сложнее решается задача, и тем более сильные вычислительные мощности требуются для решения этой задачи. Именно это та, в общем-то, причина, по которой раньше было невозможно использование нейронных сетей в большинстве аспектов нашей жизни, потому что компьютеры просто физически не позволяли решать задачи либо быстро, либо качественно. Сейчас мы уже на том технологическом этапе, когда компьютеры уже очень маленькие и решают огромное количество задач. По поводу искусственного интеллекта и, в принципе, его будущего в медицинской технике, да и, в принципе, во всех аспектах нашей жизни, хочу просто привести немножко статистики для вас. Мы в бизнесе, как правило, опираемся на технологию и понимаем, выстрелит ли эта технология очень по простому принципу. Если туда инвестируется большое количество денег, значит, скорее всего, технология фокусная, и туда пойдет большая инвестиция, и это будет прям скачкообразное развитие. Обратите внимание, да, перед вами графики, сколько тратится денег в миллиардах долларов на искусственный интеллект в медицине. И это вот статистика за 15-е и 21-е года только в Северной Америке. Если вот мы идем примерно по такому росту, то примерно к 2030 году мы ожидаем инвестиции порядка 250 миллиардов долларов только от компаний, которые локализуются в Северной Америке. То есть не в Европе, не в Китае, не в азиатских странах Юго-Восточной Азии. Статистика неумолима, и опять-таки большинство инвесторов и большинство компаний, которые занимаются какими-то аудитами, они проводят взвешенный анализ, говорят о том, что искусственный интеллект будет отъедать часть рабочего времени персоналов разных медицинских специальностей. И, как ни странно, первые лидирующие места самой большой экономии времени в мире за счет искусственного интеллекта это медицинские ассистенты, это технологи, это фармакологи и так далее. Но если где-то вот на серединку посмотреть, приблизить свой взгляд, можно увидеть, что технологи магнитного резонанса будут за счет искусственного интеллекта выигрывать 13% времени каждый день. То есть из всего рабочего времени 13% возьмет на себя искусственный интеллект опять до 2030 года. Мне кажется, что это довольно серьезно. Коллеги, не хочу заострять внимание, наверное, на очень сложных технических деталях процесса реконструкции. Хочу упростить максимально, но просто показать, как это будет выглядеть, и как это выглядит сейчас, и как это выглядит с технологией искусственного интеллекта. Значит, мы берем сырые данные К-пространство, которое, в общем-то, получается после заполнения, после окончания сбора данных. Эти сырые данные претерпевают некую фильтрацию, так называемую аподизацию. Мы убираем те участки К-пространства, на которых меньше всего сигнала и больше всего шума. Получается такая виньетка. После этого эти данные отправляются на реконструктор. Там происходит преобразование Фурье. Мы получаем первое диагностическое изображение. После этого диагностическое изображение еще раз фильтруется. Это уже фильтры из разряда Photoshop. Это размытие, это подчеркивание контуров, изменение контраста и так далее. И вот врач получает изображение, которое он уже собирается интерпретировать. Здесь все хорошо в классическом подходе, кроме одного. Здесь есть фильтры. Фильтр, неважно, какой вы фильтр используете и в какой сфере своей жизни, фильтр это всегда минус что-то, минус данные в данном случае. То есть вы два раза избавляетесь от каких-то возможных данных. Сперва на этапе сырых данных, потом на этапе Photoshop. И плюс ко всему, конечно же, рано или поздно вы видите некие артефакты. Любой врач МРТ видит артефакты каждый день. Не бывает такого, чтобы хоть у кого-то прошла хоть одна смена без этих артефактов. Вы видите эти артефакты на низкоразрешающих изображениях в виде повторных контуров. Это называется артефакты гипса, артефакты тронкации, артефакты прозвона. Это все одно и то же. И представьте, что новый подход может вас избавить от этих двух негативных эффектов. и от фильтрации, и от артефактов. Это та самая технология искусственного интеллекта в реконструкции Airicon DL. Эта нейросеть подавляет артефакты, избавляет вас от шумовых компонентов и дает изображению стать более четким. Как это выглядит за счет наших индустриальных партнеров в Кембриджском университете, в университетской больнице Кембриджа. Эти ребята хитрые. Они делают свои собственные фантомы для теста технологий, которые используются в МРТ. И слева, и справа вы видите один и тот же фантом, который нацелен на тест соотношения сигнал-шум и четкости изображения. Входные данные одинаковы, что слева, что справа. Слева классический подход, справа Airicon DL. Обратите внимание, насколько отличается визуализация. Особенно это заметно в центре изображения, там, где вы видите самые маленькие точки. И те точки, которые, в общем-то, находятся на 10-12 часов, вот эти точки самые малозаметные. И они намного заметнее, четче и чище на изображении с Airicon DL. Но это фантомы с высоким разрешением были. А теперь вы делаете то же самое, но включаете маленькое разрешение. И тут, безусловно, вы видите артефакты гипса. Видите повторяющиеся контуры в большом количестве, они цикличны. И также Airicon избавляет вас от них. Почти что полностью. Но опять-таки, я сказал, что Airicon DL не только избавляет вас от шума, он еще увеличивает пространственное разрешение. Пространственное разрешение, если глубоко копнуть, это не только количество точек на изображение, которое вы получаете за счет матрицы изображения. По определению, разрешающая способность это то, насколько близкие два объекта вы можете разделять как два разных объекта. И для этого опять университетской больнице Кембриджа создан специализированный фантом, состоящий из палочек, которые все ближе и ближе друг к другу. И обратите внимание, при одинаковых входных данных справа вы можете гораздо более четко разделять самые близкие друг к другу палочки. Если это интерпретировать на клиническое изображение, которое вы получаете каждый день, вы можете увидеть выгоду в следующем. Представьте, что вы делаете классическое исследование позвоночника. В позвоночнике вы можете найти или можете не найти участки гиперинтенсивности. Да, что такое тоже второе дело, но представьте, что из артефактов вы можете их просто пропустить. Например, на изображении слева вы видите изображение с этими самыми артефактами гипса, которые накладываются на участки гиперинтенсивности. Если прям присматриваться, вы их, конечно же, увидите, но насколько четче и лучше вы будете видеть это изображение, если артефактов там не будет. Как на изображении справа. А теперь в чем главный плюс? Помимо того, что изображение справа намного чище, оно еще и собрано в два раза быстрее. Соответственно, здесь, как я уже сказал в начале, не или-или, а и хорошее качество, и очень быстро. Соответственно, эта технология позволяет не только ускорить сбор данных, но и сделать его гораздо более чистым и четким. Когда у нас спрашивают, Саша объяснил за одну минуту, что такое Airicon DL, я объясняю это очень просто. Airicon позволяет раздвинуть физические возможности любого МРТ-сканера. Слева здесь вы видите классическую реконструкцию, да, вы видите, что изображение уже очень шумное, но, поверьте, оно очень высокоразрешающее и очень имеет маленькую толщину среза. То есть, по факту, либо увеличение матрицы, либо уменьшение еще большей толщины среза приведет к тому, что изображение будет нечитаемо радиологам. Вот. Изображение справа получено с использованием абсолютно тех же входных данных, тех же сырых данных, но с использованием реконструктора с искусственным интеллектом Airicon DL. Таким образом, до и после вы получаете принципиально две разные картинки, но диагностическая четкость, диагностическая ценность изображения справа в разы больше, чем изображение слева. И, в общем-то, в заключение я хочу вам сказать о том, что современные технологии оказывают непосредственно прямое влияние на качество и скорость получения данных, и этот процесс по факту приводит к тому, что вот эта конкуренция между крупными производителями напрямую влияет на то, что вы получаете самые современные, самые лучшие технологии максимально быстро. Рынок толкает к инновациям. Технологии искусственного интеллекта Airicon DL это неотъемлемая часть диагностики уже сегодня, то есть представить себе завтрашний день без этих технологий уже не представляется возможным. Ну и современные катушки Air это принципиально новый подход к катушкостроению и диагностике ваших пациентов. такого комфорта как с этими катушками у пациентов еще не было и скорее всего не будет. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!